Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Акции Азиатско-Тихоокеанского региона открывают пятницу в зеленой зоне. Стабильно растут и фьючерсы на Соединенные Штаты, поднимаясь на волне вчерашнего ралли Уолл-стрит самого большого за более чем два года. Пока фондовые рынки растут, своя история разыгрывается и на валютных биржах. Какими курсами и куда они продвигаются сегодня – далее в нашем видеообзоре азиатской сессии от 11 ноября. Опубликованные вчера данные по инфляции в Соединенных Штатах показали, что потребительские цены замедляются уже четыре месяца подряд. Снижение индекса потребительских цен до отметки в 7,7% годовых вернуло надежду на то, что Центральный банк США откажется от столь широких шагов повышения ставки. На этих ожиданиях рынок акций начинал рост уже не один раз. Однако всем понятно, что за всем этим оптимизмом стоит одно, но очень существенное «но». И заключается оно в том, что Федрезерву США нужны вожделенные 2% годовых, а не 7,7% и даже не 5,8% базового индекса потребительских цен. Последний, кстати, находится под самым пристальным вниманием ФРС, и он все еще слишком высокий, по мнению комитета по операциям на открытом рынке. А по мнению рынка, ситуация выглядит намного оптимистичнее. Согласно инструменту Федвотч, число сторонников повышения ставки сегодня уже достигло 83%. Они все ждут повышения ставки на 50 базисных пунктов. Вчера до выхода данных по инфляции их уровень составлял только лишь 52%. Тем не менее, вероятно, потребуется все-таки еще несколько месяцев, прежде чем ФМС почувствует уверенность в том, что инфляция возвращается к целевым 2%. И в обозримом будущем регулятор, скорее всего, предпочтет перестраховаться по-прежнему высокими ставками. Своё мнение по этому поводу уже высказали главы федеральных банков из многих округов. Патрик Харкер из Филадельфии, Лори Логан из Далласа, Мэри Дейли из Сан-Франциско, Лоретта Местер из Кливленда. Причем Эстер Джордж, глава Федерального резервного банка Канзас-Сити снова предупредила, что основным риском в борьбе с инфляцией будет именно недостаточное повышение ставки Федрезерва. Общий вывод, который можно сделать из комментариев политиков, заключался в том, что в ближайшей перспективе финансовые условия должны оставаться жесткими. Инфляция коварна, и регулятору нужно ее окончательно снизить, а не просто остановить ее рост. Поэтому Федрезерва США потребуется очень взвешенный подход по повышению ставки. Понятно, что оптимизм на фондовых рынках аукнулся доллару США понижением курса, причем американец по индексу корзиней из шести валют за прошедшие субтки обвалился более чем на 2% и поставил самый большой антирекорд за последние 10 лет. В азиатскую сессию индекс доллара торгуется по-прежнему на понижении в области 107,5 пункта. Быкам по доллару США не хватает дальнейшего импульса для восстановления, поскольку инвесторы также отреагировали и на публикацию в Твиттере главного экономического корреспондента Wall Street Journal и наблюдателя за ФРС США Ника Тиммерауса. В своем сообщении эксперт в том числе предположил, что от ФРС можно ожидать относительно небольшого повышения процентной ставки. Такая перспектива автоматически сработала на понижение курса для доллара США. Поэтому в начале пятницы он продолжает падать в диапазоне 107,60 – 108,40 и рискует завершить неделю новым антирекордом. Вместе с долларом падает и доходность американских гособлигаций, которую данные по индексу потребительских цен уже опустили до 5-недельного минимума. В результате в четверг чувствительная к трежери с иеном резко укрепилась на 3,7% и показала лучший результат с 2016 года. В азиатскую сессию пятницы курс доллара США к японской валюте отыграл часть потерь и немного восстановился до уровня 140,90. Однако иену продолжают поддерживать растущие опасения по поводу вмешательства Банка Японии на валютном рынке, и пара консолидируется в коридоре 140,00 – 142,50. Котировка идет преимущественно на понижение. К тому же понижательное давление японских властей на пару сегодня усилилось после выступления сразу двух чиновников правительства страны. И глава Минфина Синюити Судзуки и Масато Канто, непосредственно дающие указания Банку Японии в проведении интервенций, снова оказали некоторую словесную поддержку японской иене. Кроме того, в воскресенье состоится встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумико Кисиды, которая должна также оказать влияние на позиции котировки доллар-иена. Данные по инфляции в США надули паруса и австралийского доллара в том числе. Этот попутный ветер оказался так силен, что ему не помешало даже вчерашнее заявление заместителя главы Резервного банка Австралии. Напомню, Мишель Буллок сказала, что возможная пауза в повышении ставок становится все ближе. Как видим, для австралийца гораздо весомее оказались данные по инфляции в США и, возможно, менее агрессивный шаг в ФРС. После новостей Соединенных Штатов, ОЗИ укрепился к доллару самого высокого уровня за последние 7 недель, а в пятницу его цена достигла уровня 0.6668. В азиатскую сессию пара торгуется все еще в пользу австралийца в ценовом диапазоне 0.6579 и 0.6669. Ну а мы продолжаем наблюдать за событиями на мировых рынках, а наш азиатский выпуск на этом завершен. Не забывайте, что мы открыты для обсуждений, поэтому делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы, а наши эксперты постараются на них найти ответы. До встречи в следующем видеообзоре.